Что? Ох, ёпки. Да ремонт когда ты сделаешь, мужик, ёпка, РСТ. Слушай, а вопрос такой. Вот у тебя за спиной папки с бумагой. Это что? Ну как что, бумага? Врёшь. Если б бумага на растопку была, она бы не была перевязана верёвочками. Объяснить почему? Ну просто очень даже. Это у меня 7 пачек таких. Это бумага печатная А4. Я когда стихи пишу, я сразу беру. Я просто, знаешь, я... Что-то вас там заедает. Подвисает немножко, может быть. Дом акранируется. Это бумага, на которой я пишу карандашом стихи. А, понял. У меня написано 7 пачек таких исписано. 3467 стихотворений. По 9 куплетов. Ох, ёлки-палки. 4 тома по 800 страниц. А чё не опубликуешь? А уже опубликовано. Да ладно. Ну давай, слушай, записывай, где я скажу. Называется YouTube. Давай. Во свете Библии. Понял. Вы запишите, запишите. Во свете Библии Игнатий Лапкин. У нас там 14800 роликов. Мы деревню строим православную. Понял. А я вот тут вижу. Я вижу, что вы нумизмат большой. Организовываю музей маленький. Ну, нам некогда-то заниматься. Мы сюда пришли, чтобы людям возместить истину, которую Господь изрёк нам в этой книге своей. Игнатий, не в этом чате ты ищешь. Тут большей частью вручную добиваются всего. Как ты заметил. А сегодня, наверное, у них акция. Что-то ты у меня первая... А вот если вы зайдёте во свете Библии, сайт, на сайте все книги. У меня 38 томов вышло. Понял. Да ради интереса заскочу. Посмотрите. Да зайдите. Книги. А вы где живёте? На Кавказе я живу. На Кавказе? Какой там город? Там я по всем стране развёз книги. Лобинск. Мы живём в Барнауле. Мы дошли до Владивостока и до Лиссабона. Прошли Прибалтику и Скандинавию. Обалдеть. Я везде, в каждую библиотеку. Мы проехали миссионерскую поездку. Дарил 38 книг. На 35 миллионов подарили. Обалдеть. Ну, вот так. Ясненько. Удачи. Молодец, дед. Там есть, что я в пяти университетах вёл занятия. Во всех отделах милиции, школа. И много вопросов. Это политика, экономика, социология. Там всё. Работа, семья. 4124 вопроса там отвечены. Во свете Библии и святых отцов. Обалдеть. Вот студентам я говорю, на этой неделе я буду отвечать, что по вашему вопросу, который вы задаёте мне. Господи, слава тебе. Не за что. Вы знаете, что Пасха будет через неделю? Да. А как приветствуются люди на Пасху, которые приходят? Христос воскресеет. Да. А кем является для вас Христос? Богом. Правильно. Он спаситель наш, умер за наши грехи. И воскрес для нашего оправдания. У вас, может, какие вопросы есть духовные, что касается жизни, смысла её? В армию не хочу идти. Ну, почему? Можешь, если в России живёшь, альтернативная служба есть. Без присяги, без оружия. Где-то, может быть, за больными ухаживать. Подлиннее служба будет, но зато тебя не убьют. Ну, да, попробую. Спасибо за совет. Альтернативная служба называется. Если вы в скайпе зайдёте, на меня в скайпе, Игнатий Лапкин, я вам скину материал, как писать заявление в военкомат. А как можно вас попросить? Напишите мне. Ну, а вы напишите, я вам скажу. Во свете Библии. Во свете Библии. Ютуб. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Это моя фамилия. Вы будете смотреть. А когда по скайпу зайдёте, по скайпу, Игнатий Лапкин зарядите, выйдите на меня, скажите, мы тут говорили о военной службе, и вам сразу кину, как писать заявление в военкомат. Хорошо, спасибо большое. Вас уже не убьют. Испугался. Ты в Бога-то не веришь, наверное? Верю. А веришь, так чё, что испугался? Тебя никто не тронет. Когда человек молится, он Бога прославляет. А ну-ка перекрестись. Как получится у тебя? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот видишь как. У вас дома такая книга есть, нет? У моей бабушки есть. Ага. А ты сам-то считал её, нет? Я нет. У нас просто молитвы дома есть, и всё. Хорошо. А церковь от вас далеко? Нет, у нас очень большая церковь. Вот. Пойдёшь там, узнают, может быть, для детей уроки проводят специальные обучения детей закону Божьему. К батю. Да, дожди, смотри. Вот. Вот, смотрите, уконки есть. О, я вижу, вижу. Ты можешь на наш YouTube зайти, на наш канал, называется «Во свете Библии». А сколько подписчиков? 34 тысячи. А просмотров 33 миллиона. Ого. Ну вот запиши себе. «Во свете Библии». «Во свете Библии». Да, Игнатий Лапкин. И ты сразу откроешь наш YouTube. Сейчас, открой. Сейчас, подожди, прям три секунды. «Во свете Библии». Сейчас загружает. Игнатий Лапкин. Это мое имя, фамилия. Как там сейчас «Во свете Божье»? Как? «Во свете Божьей» или как? «Во свете Библии». Библия, вот она. Вот. Вот она, Библия. В ее свете. Она освещает, как солнышко. «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Заряди сейчас, и сразу у тебя она выйдет. У нас очень большой канал. Большой. Там как у нас дети, детский лагерь. Вам будет очень интересно. А вот это? А вот заряди сейчас. Посмотри, прям сразу же открывай. Печатай. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У нас 14 тысяч... Нашли, нашли. Во. Там у нас, правильно, все. Там 14 тысяч 800 роликов. Сколько? 14 тысяч 800 роликов. Роликов сколько? Количество роликов? Я взял. Да. А просмотров 33 миллиона. Вот если вам нужно будет по скайпу поговорить, по скайпу, вы зарядите только Игнатий Лапкин, а меня выйдите сразу. Хорошо. Все пока. С Богом. Давай. Что? Надо о Боге думать. Жить по-божески. По Христу. Слава. Вы не видели тут двух заключенных? У вас дома есть такая книга? Есть. Вы не видели тут двух заключенных? Да. Позвольте, я уточню их точные приметы. Коба побриты на лосо, надеты на них два черных свитера с горлышком. Ну, то есть, с горлом таким. У одного заключенного татуировка на щеке и на правой руке. Не видели таких? Да их полно таких. Полно. Страна вся полна наколотыми. Кто их проверять будет? На колке-то, на колке-то, смотри. Нет, но вы их точно не видели. А как я увижу, я дома сижу? Где, что он будет показывать, афишировать себя? Это так, вопрос-то никакой. Надо думать о своей душе. Ни Бога, ни людей не уважают. Мне эта начальница приказала зайти в эту ерунду и сфотографировать этих заключенных, если я их встречу. А потом данную фотографию я покажу ей, а она уже передаст начальнику Федерального Союза. Да никуда это никто не будет. Там будет стоять, фотографировать. Это так, игра. Этого ничего нельзя сделать и нет. Это рассчитано на игровые площадки. Нет, ну так не должно быть, чтобы заключенные сидели в чат-рулетке, в тюрьме. Да. Так не должно быть, они должны встранять. Ну, прямо будет показывать там свои наколки, чтобы его поймали, отдали. Нет, надо просто знать, как они выглядят. Ну, надо думать о том, что если они есть, если такие люди есть, чтобы они зла не наделали, к Богу обратились, покаялись. Да они и так в тюрьме уже, они доказаны за изнасилование. Ну, Бог знает только. Потому что каждый третий человек, наверное, в стране сидел и сидит. Нет, я надеюсь. Ну, мне эта система хорошо известна. Я среди них работал. А вы кто, простите? Я рабом работал, в строго режимном лагере, в органах УВД. А вы кто? Я не священник. Брат у меня священник, а я штец. А тогда я мало что знал. Да, армия еще было. Поэтому этот контингент мне очень хорошо известен. Господь показывает нам смысл жизни. Для Бога жить надо. В Боге. Потому что каждый день может быть последним в нашей жизни. И чем душа перед Богом предстанет? Что? Безусы. Сейчас, все. Пипись, пипись. Ну, пипись-ка. Давай, надо подкакивать. Подкакивай. А, отец. Ну, что? А что ты перекрестился? Скажи, отец. А вас с вами побеседовать. Рассказать вам, в какую тьму вы попали. Куда попали мы? В тьму? Кромешную попали. Что вывесили вас отсюда? В тьму? Ну, чего безусы? Усы-то потеряли. Оставай, отец. Нормально все. Какая тьма нахрен светло, светлее, светлого, блядь. А ты, оказывается, своих людей не знаешь? Своих? Ну, я не христианин, отец. Ну, я понял. Христианин так не разговаривает. У тебя неуважение к старшим, ничего нет. Что-то такое. Почему? Почему? Подожди, отец. Вот ты сейчас ошибаешься. Мы кавказцы уважаем, старший. А ты вот эту книгу считал когда-нибудь или нет? Какую? Оран читал. Ну, и считай, что написано. Там написано, что? Да, считай. Ну, так я не смогу тебе прочесть, отец. 150 человек ваших я перебрал. Никто не может считать. Лентяи. Пришли сюда голых баб смотреть. О, папа римский, как... Ужасно такой... Дедушка. Ну, мы пришли людям рассказать о Боге, чтобы правильно жили. А, ясно. Хорошо, до свидания. До свидания. У меня друг по-тругу. Ну, вот. Что же вы так, мужики, себя поставили-то? Ни копейки цена вам нету. Перед бабами расстилаетесь. Лежат, пьют, едят, голые. Да ты пред всеми орденами в генеральском мундире, чтобы она глянула на тебя и сразу полюбила. А кому ты нужен такой голый-то? Шармаш, да она скажет, пропил все. Алкашом тебя назовет. Тебе что, зачем это? Вот голые. Да я же не делаю, чтобы искать. Да друг у друга учитесь показать, какой ты сильный, готовый к блуду. Тут больше ничего нету в этом. Какой блуд? Вот мои руки, вот, все чисто. Да руки-то чистые. Да мысли дурные. Да что мышцы здесь? Мне одеваться нельзя сейчас есть. Ну, понятно. Это был бы один, еще дело другое-то. Но 20 человек прошли, только один одетый. Чего ты муруга гонишь-то на меня? А я-то что? Я адекватный человек. Адекватные блудники собрались тут. Голову потеряли от женщин. А женщины-то какие? Смотреть не на что. Ты настоящих женщин-то не видал еще. Зачем мне не было настоящей женщины никогда еще? Ну ладно. Дело в том, что умирать-то будем все. Надо думать о душе. Вот-то вот, да. Вот о душе. У тебя такая книга-то есть хоть, нет? Есть. Есть, да? Да. Ну, покажи. Я сейчас не думаю, а переехал. А-а-а. Ну ладно. Надо жить по Евангелию. Верить во Христа. Жить для Бога. И что Бог сделал для нас сейчас? Господь сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Что делать? Покаяться в грехах. И веровать, принять крещение святое. И получите дар Святого Духа. Ну, удачи вам, когда. А дальше надо жить по-христиански, каждый день. Не лежать в постели. Вставать рано. Трудиться для Бога. Видеть нуждающихся в твоей помощи. Всем сердцем, умом любить Бога. Ближнего, как самого себя. Спасибо. Аллилуйя. До свидания. Пока.